Я встретила здесь столько неравнодушных людей. Вот пока мы с вами неравнодушны, телевидение есть. Два дня крутых мастер-классов, тренингов и разбор сюжетов буквально по кадрам. Обучение и возможность посмотреть на свою работу со стороны. Вот, наверное, главные итоги нашей поездки на 14-й фестиваль региональной журналистики ПАРТ. Когда получаешь такие знания, кажется, что отныне каждый репортаж будет не больше, не меньше, а маленький шедевр. Впрочем, столичные медиатренеры считают, у региональной журналистики сейчас есть большая фора перед главными каналами. И она заключается в героях из соседнего двора и их искренности. Людям хочется живой, настоящей, искренней журналистики. Федеральные каналы, большие каналы, скажем так, не могут этого дать. Дайте им это. Региональные каналы, ваше время пришло. Ваше время пришло. Это круто. Этот фестиваль очень востребован именно потому, что здесь люди получают знания. Они становятся каждый раз на ступенечку выше. И благодаря этому фестивалю их репортажи становятся лучше. И они более качественные новости потом выдают на своих телеканалах. Всего в мероприятии приняли участие около ста журналистов из десяти городов Прикамья. Но после интенсивного обучения всех ожидала приятная часть фестиваля – подведение конкурсных итогов. Победитель номинации «Интервьюер» – Роман Егоров. С благодатами, друзья! И заветная статуэтка достается нашему ведущему проекта на подъеме о популярных рабочих профессиях. Еще один победитель – Ольга Максименко. Была признана лучшим диктором новостной программы. Отдельно жюри отметили наши сюжеты в поддержку акции «90 лет 90 саженцев». А в категориях «Репортер», «Режиссер», «Коммунальный сюжет» журналисты «Своё ТВ» были номинированы и вошли в тройку достойных. Среди них и Ольга Распономарева. Для нее это первый конкурсный опыт и первая награда. Это дело рук Кирилла, который сейчас меня тоже снимает. Так что ему большое спасибо, что он лазит со мной по подвалам, нюхает со мной все, что можно, разговаривать с бабушкой. Да, Кирилл? Ну а наши коллеги с корпоративного телевидения «Азот ТВ» стали победителями в номинации «Специальный проект». На конкурс они отправляли документальную программу «Династия». В ней рассказывается о семьях, которые трудятся на заводе долгие годы, о том, что их объединяет, о традициях, о разных характерах «Азотчиков». Спасибо организаторам, что даете возможность нам. Ну а в главной номинации «Ежедневная информационная программа» в этом году лучшими были признаны новости телевизионщиков из Соликамска. Поздравляем коллег. Спасибо всем участникам! Анна Аксенова, Екатерина Панфилова, Кирилл Яранцев. Наши новости.